Друг мой, если у тебя тормозит YouTube и ты не можешь посмотреть это видео, внизу любезно расположены ссылочки на наши каналы на других платформах. Переходи и пользуйся. Всем четверг, мои хорошие, Car House снова на связи и на самом деле сегодняшнюю серию ждали многие из вас. Вы уже видели целую кучу серий о том, какие лампочки, какие кнопочки, какие салоны отличаются в ресте и в доресте 001 Zicra. Я же вам предлагаю заглянуть в суть, скажем так, изменений, поднять машину на подъемнике и сравнить, что же стало лучше, а что же стало хуже. Поэтому встречайте, 001 Рест на подъемнике. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы с вами, ребята, под машиной, пойдем спереда назад. То, что изменился бампер, у него здесь появились отверстия, это нас, конечно, вообще сильно не беспокоит. Ладно, мы сейчас не об этом. Передний подрамник. Передний подрамник у нас был стальной, в принципе, стальным он и остался. Объясню, почему. Алюминиевый подрамник это некоторое снижение веса и в целом снижение центра тяжести, что, естественно, позитивно сказывается на всем автомобиле, на управляемости, на всем остальном. Но передний подрамник, если мы делаем из алюминия, есть момент такой, что он при ДТП, при малейшем, будет скалываться. Поэтому часто, когда мы видим передний подрамник из стали, это обусловлено не тем, что на автомобиле сэкономили, а именно тем, что он должен быть, скажем так, пластично-деформируемым. А алюминий у нас пластично-деформироваться в данном случае таком не может. Он будет трескаться, лопаться и все остальное. По рычагам. Точно так же, как на дористе, мы видим два рычага снизу и один сверху. Точно так же сверху треугольный рычаг у нас. У нас не как на Audi, там два рычага. Видим точно так же сверху треугольник, снизу поперечный и диагональный рычаг. В целом это называется подвеской на двух поперечных рычагах. Ну, вот один из них ровно поперечный, а второй больше, скажем так, диагональный. Поперечный рычаг нужен для огошения боковых, скажем так, нагрузок, а диагональный рычаг для того, чтобы все это держать на месте. Но в целом такую схему подвески вы можете увидеть на абсолютно любом европейском автомобиле хорошего класса. Не просто так китайцы взяли сюда эту схему. То есть мы изначально с вами помним, что этот автомобиль у нас перекочевал немножечко с Volvo. И поэтому не удивляемся, когда видим здесь схожие немножечко технологии по типу подвесок, по кинематике подвесок. По пневмостойке. Пневмостойка абсолютно другая. Здесь у нас двойная пневма уже, которая стала, по их заявлениям, мягче. На самом деле на ходу я больших отличий у этого автомобиля не вижу. Но автомобиль, надо отметить, стал на 2 см ниже. То есть его максимальная высота будет на пару сантиметров ниже, точно так же, как и минимальная. Вот эта история про то, что автомобиль после 120 км в час у нас ложится в максимально низкое положение, она точно так же на рестайлинге сохранилась. Если вы посмотрите на тормоза, вы, в принципе, поймете, что ничего особо не изменилось. То есть в версии 22-ми кормленными колесами у нас точно так же идут 6-прышневые Брэмбо с радиальным креплением, которые крепятся к поворотному кулаку через переходник с осевого на радиальное крепление. Но тут стоит отметить, что передняя часть автомобиля в плане его силовой конструкции изменилась колоссально. Чашки автомобиля – то место, куда у нас крепится верхняя часть амортизационной стойки. Они теперь стали алюминиевые. Если вы помните, на доресте это была обычная стальная конструкция. Ребята, пошли дальше. Теперь здесь это алюминий. Алюминий, который крепится внизу к стальной части лонжерона через клепки с клеем. Эта конструкция не новая. Такую конструкцию мы с вами видели абсолютно на всех современных, достаточно дорогих немецких автомобилях. Любого концерна, будь то ВАГ, будь то, например, BMW. Везде эта история с клепками и клеем. Ну вот сегодня строят так автомобили. Современные крепкие кузова с прогнозируемыми зонами сминаемости, они все строятся по этому алгоритму. И зикар в данном случае совершенно не стал исключением. Передние части лонжеронов у нас алюминиевые. И к передним этим частям крепится точно так же передний швеллер. И пусть вас не смущает его цвет, он алюминиевый. Это не сталь. То есть по начинке силовой конструкции машина шагнула очень сильно от того, что мы с вами видели на дорестовом зикре. А дорестовый зикар у нас с вами вышел в 2021 году. И здесь невооруженным глазом можно увидеть, насколько же шагнул, скажем так, их подход к производству за эти буквально 3-4 года. Ну в данном случае на момент съемки прошло 3 года с 2021 года. И за эти 3 года они шагнули просто колоссально. Это то, на что у немцев ушли просто десятилетия. Переход к этим от стальных чашек к алюминиевым, переход на эту конструкцию через клепки и клей. И это все прям заняло много-много-много лет. Эти ребята дошли намного шустрее, что не может лично меня не радовать. Я смотрю и прям, ну вот, глаз радуется, если честно. По электромоторам, ребят. Как многие из вас знают, у 0.1 в доресте было два мотора, которые были, в принципе, одинаковые. Они не были взаимозаменяемыми, но они были одной марки и одной модели. И выдавали одинаковую мощность в 200 кВт. То есть общая мощность автомобиля составляла как раз-таки эти пресловутые 400 кВт, что в пересчете составляло 544 лошадиных силы. Рез шагнул дальше. Теперь у нас 788 силы. У нас стоят два разных моторов. Из заметных отличий того, что вам первично бросится в глаза, если вы посмотрите на изменения в конструкции, длина приводов стала одинаковой. Раньше длина приводов была разная. И один из приводов у нас проходил через подвесной, скажем так, промежуточный подшипник. Теперь длина приводов у нас одинаковая. Соответственно, электрики автомобиля нужно, скажем так, меньше прикладывать усилий для того, чтобы автомобиль стабильно ехал прямо на максимальном разгоне, когда у него готовы, скажем так, пробуксовывать колеса. Дальше, ребят, очень важный факт. Ребята из Зикра усовершенствовали редуктор. О чем я говорю? Смотрите, вот так выглядел редуктор раньше, в принципе, типичного любого электрического китайского автомобиля. Ребята из Зикра сделали редуктор вот таким. То есть это некое подобие планетарной передачи, которая намного сложнее в изготовлении, но это намного более совершенный и логичный механизм, учитывая, какую мощность он передает от электромотора на колесах. И очень важным отличием является то, что, Зикр, спасибо, вы нас услышали, вы применяете хорошие керамические подшипники. Все, теперь шарики в подшипниках керамические, они играют отчасти роль изолятора. А также эти подшипники теперь намного менее подвержены перегреву. Собственно, из-за этого у нас и выросла максимальная скорость. В Доресте у нас максималка была около 210. Теперь, пожалуйста, этот автомобиль может делать 240 км в час без ущерба для своих подшипников. Молодцы, прогрессирует. Это очень важный факт. Я много раз отмечал то, что, например, та же самая Тесла, она намного более совершеннее и технологичнее в плане своего мотора, как раз таки из-за того, что в нем установлены керамические подшипники. И если смотреть в суть этого изменения, помимо того, что это более совершенно, технологично, ребята, это просто-напросто занимает меньше места. Скажем так, редуктор раньше занимал вот столько, теперь он укладывается вот в такое буквально место, которое сбоку установлено на электромотор. И, в общем-то, коэффициент, скажем так, полезного использования пространства у такого мотора будет намного выше. Дальше, друзья мои, мы с вами переходим к батарее. Самым ее серьезным отличием от батареи, которые устанавливаются на Дерестайл, является то, что батарея теперь имеет максимальное напряжение 800 вольт. То есть, архитектура автомобиля в целом у нас сменилась с 400 на 800 вольт. Вообще, внутри Китая это нужно для более быстрой зарядки. Эта машина может принимать почти до 300 киловатт. То есть, соответственно, ее 100-киловаттная батарея может быть заряжена буквально там за 20-25 минут. Но это все в идеальных условиях. У нас в России очень мало таких зарядок, которые могут в целом поддерживать 300 киловатт. Но эта машина может их в себя принять. Соответственно, полную зарядку вы будете производить очень быстро. Далее, это все тот же трехкомпонентный литий. Как вы знаете, на рестайлинге теперь у нас появилось два варианта. У нас теперь есть литий-железо-фосфатная батарея и есть трехкомпонентный литий. Как раз таки литий-ион, который установлен у нас здесь. С архитектурой на 800 вольт. Архитектура на 800 вольт в том числе позволяет нам увеличить запас хода. И этот автомобиль реально пробегает уже больше, чем для рестайлинговой. Это стоит признать. Мы попробовали и там, и тут. Да, эта машина может пройти больше. За счет более совершенных современных алгоритмов и за счет 800-вольтовой архитектуры. Внутри батареи, как вы знаете, у нас установлены ячейки, которые все соединены между собой. И за счет этого получается, скажем так, общий ее объем. Так вот, у большинства даже современных электрокаров охлаждение батареи идет по пластине, которая идет снизу под, скажем так, этими ячейками. А ячейки, в свою очередь, имеют прямоугольный вертикальный вид. Так вот, в этой батарее катал пошел немного дальше. И теперь охлаждение происходит не снизу, оно происходит по большой боковой плоскости как раз-таки этих электрических элементов. Что очень хорошо сказывается, скажем так, на терморегуляции этой батарейки. А терморегуляция электромобиля, точнее его батарейки, это очень немаловажный фактор, который влияет на его производительность, стабильность и безопасность в целом. Поэтому, если привести пример, вы часто любите говорить, что сейчас очень сильный конкурент у этой машины Люксид. На S7 Люксид, вы все его прекрасно видели, вот так он выглядит. У Люксида тоже архитектура на 800 вольт, но в Зикре эти 800 вольт, скажем так, более честные. Во-первых, у него выше номинальное напряжение. Помимо того, что вы все слышите про то, что вот у автомобиля 800 вольт, есть реальное напряжение. И в данном случае Зикр ближе к этому показателю, у него номинальное напряжение что-то в районе 680 вольт. Но этот автомобиль спокойно позволяет вам заряжаться от старых 400 вольтовых зарядных устройств, которые вот три фазы, 380, то, что у нас обычно стоит. Например, тот же Люксид при своей архитектуре 800 вольт заряжается только от современных зарядок, у которых больше 500 вольт. Если вы подключите к нему старую, как заявляют сами китайцы, заряжаться он просто-напросто не будет. Придется заряжаться по, скажем так, медленному порту. У этой машины есть блок, который сам увеличивает, скажем так, ее вольтаж. То есть поступающий вольтаж, если она понимает, что у него не хватает, он его поднимает, и автомобиль может заряжаться, в принципе, от старых зарядных станций. Даже учитывая, что у него новая архитектура на 800 вольт, не на 400, как это было раньше. И пару слов, ребят, многие говорят про батарейку, как быстро она сломается. Давайте так, мы берем, скажем так, обычные условия. Мы не берем никакой заводской брак, хотя на самом деле заводских браков по этим машинам в России я пока особо не знаю, именно по этим батареям. То есть батарея такое достаточно сложное техническое устройство, но браков и отказов по ним пока на самом деле нет. Вот мы с вами берем обычные условия. Да, может быть, там один из нескольких тысяч, десятков тысяч автомобилей попадется с бракованной батареей, и она сдохнет. Но я хотел с вами немножечко поговорить про ресурс. Ресурс данной батареи больше тысячи зарядно-разрядных циклов. И означает это что? Не то, что мы можем тысячу раз поставить, там его зарядить с 20 до 50%. Нет, это означает полные циклы 0-100. И это не значит, что мы можем тысячу раз поставить автомобиль на зарядку. Так вот, если мы возьмем, хорошо, заводской показатель пробега у нас там типа сильно за 600 километров. Возьмите 400 и возьмите эту тысячу циклов зарядки. И вот через эту тысячу циклов зарядки, даже если вы возьмете не 400, а 300 километров, получается, что чтобы уронить емкость батареи примерно на 20-30%, вам придется на этом автомобиле проехать 300 тысяч километров. Поймите это. И просто, ну, очень часто вот этот разговор заводится про батареи. Это долговечное устройство. То есть, если мы не берем фактор заводского брака, вы встанете ездить на автомобиле, прежде чем он потеряет хотя бы 20-30% емкости своей батареи. И это не значит, что после этого автомобиль просто встанет и не будет ездить. Он просто будет пробегать меньший километраж. И все. Ну и плюсом к тому, что у нас охлаждение теперь расположено вдоль ячейка, а не под ними, у нас есть некоторый момент, что сложнее пробить будет в целом охлаждение и батарею. Но по защитам здесь, опять же, как и ровно было до этого, сначала у нас лист металла, дальше после него будет еще лист алюминия, и только после этого будет сама, скажем так, ванна аккумулятора. По бокам. Катл, кстати, тоже заморочились. Отступление от боковой, скажем так, стенки до начала ячеек, ну там порядка где-то 7, наверное, сантиметров. То есть, для чего это делается? Пороги у автомобиля, у электрического, в любом случае, у любого, ну и в том числе мы берем с вами Zikr, внутри стальных порогов автомобиля есть огромный, скажем так, профиль, который изготовлен экструзионным методом. Он такой весь внутри в перегородках. Общая его ширина составляет, если я не ошибаюсь, 13 сантиметров. Для чего это нужно? Во-первых, боковой удар нам ни в коем случае нельзя повреждать корпус батареи, поэтому вот эта нижняя часть должна быть максимально крепкой, чтобы при боковом ударе сохранять, естественно, и геометрию всего кокпита, где находятся у нас как раз-таки пассажиры, а также для того, чтобы не нарушать герметичность батареи и не давать есть возможность никакого разрушения. Косвенно это положительно влияет у нас на поперечную жесткость кузова, скажем так, на жесткость автомобиля на скручивании. И у любой электрички современной этот показатель находится на уровне суперкаров, которые выпускались там буквально несколько лет назад, 5-7 лет. То есть раньше такие жесткости кузова были доступны только конкретно гоночным очень дорогим автомобилям. Теперь мы с вами имеем возможность на своем гражданском автомобиле получать те же самые показатели. И, естественно, это благотворно влияет на общую безопасность автомобиля. И да, здесь очень много высокоуглерозистых сталей в составе всего кузова. То есть все полости, что вы видите, там, будь то порог, будь то центральная стойка кузова, будь то стойка крыши, они состоят из нескольких слоев металла разной прочности для того, чтобы как раз-таки увеличивать общую прочность каркаса для пассажиров. Ведь, как вы знаем, сверху у нас просто-напросто здесь стеклянная крыша, но многие ДТП, которые уже случались с этими автомобилями в Китае, показывают, что это колоссально крепкий автомобиль. Дальше мы с вами переходим к задней части автомобиля. В заднем алюминиевом подрамнике, как мы видим, у нас расположен новый точно так же двигатель. Точно так же у нас потерялся промежуточный, скажем так, подвесной подшипник, который нивелировал, скажем так, длину одного из приводов. Потому что редуктор у нас находился, скажем так, сбоку, и поэтому один привод был длиннее, другой короче. Теперь это вся история нивелирована, привода одинаковые, весь этот вал теперь у нас установлен внутрь. Точно такой же планетарный редуктор, как и на переднем моторе. Но это мы с вами уже обсудили. Задний мотор на 310 кВт, то есть, как я вам уже сказал, раньше было два мотора по 200, теперь 270-310, насколько я помню. Но на самом деле, если я ошибаюсь, то сейчас здесь выйдут надписи. Изменилась задняя схема подвески. Теперь у нас нижний рычаг стал несколько, скажем так, массивнее, изменились несколько его отливки. Для чего это нужно? В основном это необходимо. На этот нижний рычаг приходится как раз-таки нивелирование, скручивание, нивелирование крутящего момента, который передает двигатель на колесо. Поэтому мощность выросла. Нижний рычаг просто-напросто стал неимоверных больших размеров. Все рычаги, которые у нас здесь есть в задней подвеске, они все алюминиевые, что достаточно редко встречается на этих электричках сейчас. Многие автомобили переходят, там, например, у них будет пятерычажная схема подвески, два рычага будут всего лишь алюминиевые, остальные будут стальные. Это делается для чего? Для удешевления производства. Здесь, что мне достаточно сильно нравится, ребята не стали экономить на инженерной вот этой, скажем так, части. Они захотели, чтобы мы максимально ощутили все работы над подвеской в виде, скажем так, комфорта и управляемости. Передний подрамник у нас с вами стальной, задний алюминиевый. И ребята на сегодняшний день достаточно плотно работают над развесовкой по осям. И отчасти мы поэтому видим, что задний у нас как раз алюминиевый, он более легкий. То есть максимально, чтобы приблизить развесовку автомобиля к заветным 50 на переднюю ось, 50 на заднюю ось. Что опять же мы с вами будем чувствовать во всем, вплоть до прогнозируемости и управляемости автомобиля. На самом деле это очень достойно уважения, что они прям так хорошо над этим, скажем так, работают. То, что это на самом деле имеет свои плоды, ты ощущаешь это, когда ездишь на этом автомобиле за рулем. Теперь по конструкции кузова в задней части автомобиля. Скажем, вот эта часть, которая находится над мотором, вы сейчас видите ее на своих экранах. Как вы можете видеть, она составляет единую часть, вплоть до ниш колесных арок. Для чего это сделано? Это опять же сделано для повышения прочности, во-первых. Во-вторых, для некоторого ускорения производства. Оборудование для изготовления такой детали, оно намного сложнее. Это литье под давлением. Процесс литья под давлением дает нам с вами алюминий очень высокой частоты. И да, для этого нужно очень дорогое серьезное оборудование. Ну и естественно у завода Zikar оно есть. Из минусов сразу скажу, что если вы сильно ударите этот автомобиль в заднюю часть и повредите эту, скажем так, вот эту заднюю полость, ремонтировать ее будет намного сложнее, чем дорестайлинговую машину, у которой эта вся часть сделана из стали. Но прогресс не остановите. И я вам советую не рассматривать автомобиль с точки зрения, насколько будет ее чинить просто после удара. Потому что у этого кузова одна задача. Если случится серьезное ДТП, он должен сохранить вас и вашу семью в безопасности. Ну и в целом, вся эта задняя конструкция теперь имеет меньшую толщину. Соответственно, в задней части автомобиля мы в салоне имеем больше места. А также здесь имеем больше места, скажем так, для подвески. Но над подвеской, ребята, я говорю, уже поработали. Поэтому у нас пневмоподушка расположена буквально на высоте вот от этой нижней части рычага. И до крепления на лонжероне. То есть она у нас не мешает в салоне абсолютно. Если была эта, например, у нас амортизационная стойка в сборе с пневмоподушкой, как у нас есть в передней части, представьте, какого размера нам бы пришлось сделать колесную арку для того, чтобы там уместить всю эту конструкцию. А так амортизационная стойка стоит отдельно, не занимает много места в колесной арке. И все это положительно сказывается на внутреннем пространстве, скажем так, в данном случае багажного отсека. Пару слов, ребят, по поводу пневмоподвески. Помимо того, что автомобиль у нас обзавелся двойными пневмобаллонами, теперь это называется у нас двойной пневмой, которая у нас там помягче и так далее, больше комфорта, но суть сейчас не об этом. Во-первых, насос пневмоподвески обзавелся осушителем воздуха, что нам самостоятельно приходилось дорабатывать на дористи. Все, ребят, теперь это все усовершенствовали, все работает штатно, не требует таких доработок. Но и помимо этого пневмоподвеска стала работать ощутимо быстрее в сравнении с дорестайлинговой машиной. Ну и теперь мы с вами уже дошли до задней части автомобиля. По большому счету осталось рассказать только про фаркоп. На дористи у нас не было фаркопа. Теперь у нас здесь, как на всех, скажем так, цивилизованных европейских автомобилях, ну, достаточно высокого класса, здесь у нас выезжающий автоматический фаркоп. Конструкция прочная, хорошая. Да, я вам не советую на ней лодку двухтонную таскать, но в принципе хоть снегоход, хоть гидроцикл проблем вообще никаких нет. То есть там много было мнений о том, что там на электромоторы негативно влияет, да никак на самом деле негативно это не влияет. Спокойно таскайте свой прицеп, ничего такого не будет. Просто с прицепом в пол не гоняйте, не ускоряйте светофора в пол, не давайте такую повышенную нагрузку на редуктора. Подводя итоги этого ролика, ребят, хотел вам сказать такую мысль. Я думал, что в этом автомобиле изменится в основном, скажем так, автопилот, потому что автопилот очень круто продает автомобили в Китае. Они очень много внимания уделяют тому, как автомобиль едет. Мы это с вами видим по появлению лидаров просто везде и вся. Но каково же было мое удивление, когда я понял, что даже между конструкцией кузовов этих двух автомобилей как минимум 10 лет там эволюции технической в обычном режиме. Но каким образом они сделали это все за три года, я, честно говоря, сказать не могу. Шагнули ли они в электромоторах? Шагнули колоссально. Шагнули в архитектуре? Шагнули колоссально. И эти два продукта, которые внешне выглядят настолько похожи, настолько различны внутри. Но, честно говоря, это интересно будет не всем из вас по одной простой причине. Потому что по уровню комфорта он сильно от дориста не убежал абсолютно. В плане технологичности, да. В плане жесткости кузова не так сильно. Но в плане применения новых технологий шагнули просто колоссально. И в целом, многие из вас знают, что я вот только-только вернулся очередной раз с Китая. И каково же было мое удивление, когда я стал эти машины каждый день видеть просто десятками на улице. Если раньше я мог за несколько дней увидеть там только один 001, сейчас уже их колоссально много. Это означает то, что китайцы все-таки приняли эту модель и теперь она плюс-минус неплохо продается. Да, многие из вас продолжают говорить и снимать какие-то хайповые видео о том, что на самом деле в Китае никто не ездит на китайских автомобилях. Перестаньте рассказывать там про Шэньчжэнь, про Гуанчжоу. Расскажите про маленькие города. Там все ездят на китайских автомобилях. И в целом я вам скажу так. Китайцы такая нация, для которых вообще не важно, как конструктивно устроен этот автомобиль. Для большинства китайцев имеет роль только значок на капоте. На любое корыто повесим значок Mercedes или BMW, и они все равно будут его покупать, неважно за какие бабки. Потому что в их понимании имидж это все. А если вы цените техническую, скажем так, начинку, современность и качество автомобиля, то этот вариант однозначно заслуживает вашего внимания. Спасибо вам всем за внимание. Всем заранее классных выходных. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok